Любовь Тимофеевна Левина. Компьютерный букварь для любимых ржавых чайников. Читает Наталья Ежова. Программистам и людям, хоть чуть-чуть разбирающимся в компьютерах, слушать категорически не рекомендуется во избежание нервного срыва от манеры изложения. ЛТ Левина. Какой фасончик у вашего компа? Компьютеры бывают разного типа, размера и мощности. Каждый имеет свое предназначение. Но все их условно можно разделить на две большие группы. На те, которые можно взять с собой, и те, которые нельзя. Эти типы называют стационарными компьютерами и переносными. Стационарные компьютеры. Большинство компьютеров, которые стоят в школах, университетах или у вас на работе, являются стационарными. Обычно они состоят из монитора, системного блока большой железной шуршащей коробки, клавиатуры и мыши. Такой вариант компьютера называется раздельной схемой, ведь он состоит из нескольких частей. У раздельной схемы может быть два варианта системного блока – большой и маленький. Большой системный блок принято называть башенным, а вот компьютер с маленьким системным блоком называют десктопом. Существует еще другая схема стационарного компьютера – моноблок. В ней соединены и системный блок, и монитор, во многих из них есть даже встроенная камера. Такой компьютер занимает мало места, а выглядит он как простой монитор. Получается, что все внутренности компьютера, все железки, спрятаны внутри не такого и простого, на первый взгляд, монитора. Помимо различной конструкции, у стационарных ноутбуков разное наполнение, поэтому и ценовая категория у них разная. Не буду на первых же страницах своей книги грузить вас словами вроде «видеокарта», «процессор», «оперативная память», дабы не отпугнуть. Скажу только, что все компьютеры должны решать конкретные задачи, поэтому в них запихивают разную начинку. Одни компьютеры используются учеными для исследований и вычислений, их называют рабочими станциями. Другие, которые им немного уступают, используются для видеоигр. Есть еще учебные компьютеры, которые стоят в школьных классах или аудиториях университета. Именно такими пользуются дома большинство людей. Они не обладают огромной мощностью или памятью, но на них можно работать с документами, фотографиями, видеозаписями или без труда путешествовать по интернету при наличии подключения к нему. Последние, самые слабенькие модели, они предназначены для офисов и работают довольно медленно. Их задача — обрабатывать документы и заходить в рабочую базу. Конечно, пассианс на таком разложить будет проблематично. Не говоря уже о том, чтобы установить какую-то стороннюю программу. Переносные компьютеры или ноутбуки. Сейчас все больше и больше моих сверстников переходят на ноутбук. Ноутбук? Что это такое? Сейчас расскажу, как я училась им пользоваться. Все когда-нибудь ломается. Однажды была жуткая гроза. Возможно, что из-за нее, а может просто время подошло, компьютер перегорел. По закону подлости это событие пришлось на выходной день, и специализированные магазины не работали. Чтобы не было простоя в работе, мне пришлось осваивать ноутбук. Чем этот компьютер отличается от стационарного? Маленький, мобильный. Села в кресло с ногами. Комфортно. Единственное, что мне показалось непривычным, — это работа с тачпадом. Подключила мышь. С ней комфортней. Что значит села привычки? Что такое тачпад? Это сенсорная панель, реагирующая на прикосновение пальца. А, проще говоря, встроенная мышь. Находится она под большой клавишей пробелов. Прямоугольная такая большая кнопка. Это, считай, колесико. Снизу к большой клавише пристроены, но не всегда. Еще две клавишки, которые действуют как левая и правая кнопки мыши. Вводишь по полюсенсорной панели, одним, это важно, пальцем, маркер двигается, зажимаешь левую кнопку, маркер фиксируется. Молодежи нравится. А нам, с далеко уже не музыкальными пальчиками, легче все-таки с мышью работать. Маленький ноут хорош для нас, как легко транспортируемое портативное средство связи и не только. С ним удобно поехать на дачу, перейти в другую комнату, в конце концов. Я, например, в данный момент сижу во дворе частного дома в беседке. Но если работать постоянно и долго, удобнее сидеть за письменным столом, как мы привыкли. Еще интереснее – планшет. Я его беру с собой в поезд. Wi-Fi там, конечно, нет. Но можно читать, смотреть заранее записанный фильм, играть. Я пыталась писать тексты. Но на это нужна определенная сноровка. А у меня пока плохо получается. Все из-за той же гиперуслужливой чувствительности сенсоров. Ты еще только подумал, чтобы сделать и куда нацелиться пальцем, а тебе уже куча предложений выдается. Но те мои сверстники, которые, минуя стационарный комп, сразу начали осваивать портативную технику, просто в восторге от нее. Как говорится, дело вкуса и собственного консерватизма. Так что вперед. Не бойтесь осваивать то, что в данный момент у вас есть в наличии. Помните, лет 25 тому назад практически в каждой семье появилось по второму телевизору. Новый в зале, в старой, черно-белой, на кухне. Выбросить, потому что жалко. Так и сейчас. У меня дома стоит стационарный компьютер с кнопочной клавиатурой, как на пишущей машинке. Древность, как говорят мои внучки. Windows XP специально русскими буквами написала. И Word 2003 года. Я на нем сделала первые шаги в компьютерный мир. И, как большинство моих сверстников, консервативно отношусь к переменам. Хотя мне дети подарили и ноутбук седьмой версией и планшет. А так как в последнее время к нам, в клуб, на занятия все больше и больше людей стало приходить с ноутбуками и планшетами, считаю своим долгом хоть что-то про них рассказать. Вот что я нашла во всемирной паутине по этому поводу. Ноутбук не сильно отличается от стационарного компьютера. Но все же отличие есть. Материал из Википедии. Свободной энциклопедии. Ноутбук. Английский блокнот. Блокнотный ПК. Портативный персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания, обычно сенсорная панель или тачпад, а также аккумуляторные батареи. Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы ноутбуков изменяется в пределах от двух до пятнадцати часов. Лэптоп. Английский лэп – колени сидящего человека, топ – верх. Более широкий термин. Он применяется как к ноутбукам, так и к нетбукам, смартбукам. К ноутбукам обычно относят лэптопы. Часто неправильно лэптоп, выполненные в раскладном форм-факторе. Ноутбук переносит в сложенном виде. Это позволяет защитить экран, клавиатуру и тачпад при транспортировке. Также это связано с удобством транспортировки. Чаще всего ноутбук транспортируется в портфеле, что позволяет не держать его в руках, а повесить на плечо, к примеру. Короче, ноутбук по сути своей является полноценным компьютером. Но для обеспечения мобильности, портативности и энергонезависимости все комплектующие имеют своеобразные особенности. Функции. Портативные компьютеры способны выполнять все те же задачи, что и настольные компьютеры, хотя при равной цене производительность ноутбука будет существенно ниже. Ноутбуки содержат компоненты, подобные тем, которые установлены в настольных компьютерах и выполняют те же самые функции, но миниатюризированы и оптимизированы для мобильного использования и эффективного расхода энергии. Также, подключив ноутбук с ТВ-выходом или разъемом HDMI к телевизору и или аудиосистеме можно использовать его в качестве мультимедийного домашнего развлекательного центра мультимедиастанция. Для этого некоторые из них комплектуются пультами ДУ. Например, HP серии Pavilion. Сравнение ноутбуков и настольных ПК Преимущество ноутбуков перед настольными ПК Основное преимущество ноутбуков перед стационарными компьютерами это мобильность, а также Малый вес и габариты Даже ноутбуки категории замена настольного ПК можно легко переместить в другое место Ноутбук можно взять в командировку, на дачу, в отпуск Перемещение настольного компьютера в другую комнату, кабинет зачастую представляет собой проблему Не говоря уже о перемещении в другой город Многие из моих знакомых сверстниц До такой степени привыкли не расставаться с компом Что берут его с собой на дачу Там кино смотрят, по скайпу общаются Для работы не обязательно подключать внешние устройства Ноутбук включает в себя встроенный дисплей, клавиатуру и устройство указания, обычно тачпад А к настольному компьютеру все эти устройства необходимо подключать отдельно Возможность автономной работы Наличие аккумулятора позволяет ноутбуку работать в условиях, когда электрическая сеть недоступна В поезде, самолете, автомобиле, кафе и просто на улице Настольный компьютер может работать автономно очень недолгое время И только при наличии источника бесперебойного питания Возможность подключения к беспроводным сетям Практически все современные ноутбуки, за исключением некоторых сверхбюджетных моделей Оснащены встроенным Wi-Fi адаптером, что позволяет подключиться к интернету без проводов Точки доступа Wi-Fi есть во многих кафе, развлекательных центрах, аэропортах, гостиницах Существуют также городские Wi-Fi сети, позволяющие подключиться к беспроводной сети во многих районах города Настольные компьютеры обычно не содержат встроенного Wi-Fi адаптера За исключением некоторых дорогих моделей и большинства неттопов Впрочем, для стационарных компьютеров данный недостаток несущественен Но кроме достоинств у ноутбуков есть и недостатки Первое. Низкая максимальная производительность у недорогих моделей Второе. Недостаточная система охлаждения Третье. Повышенная вероятность поломки Четвертое. Высокая вероятность потери или кражи Даже не буду расшифровывать, потому что если вы незаядлый домосед То все перечисленные недостатки вряд ли как-то смогут повлиять на ваш выбор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok